В газетах эту аварию окрестили египетским кошмаром. На дороге, ведущей к пирамидам, переворачивается автобус с российскими туристами. Среди пассажиров была Татьяна. Когда со мной произошла эта трагедия, у меня жизнь настолько изменилась, настолько все поменялось. Так было трудно, тяжело. Я порой не понимала, что вообще со мной происходит. Меня как будто перевернули вниз головой. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова за проекты, гранты, Татьяна Михайловна вместо бесполезной ходьбы по кабинетам основательно засела за разработку серьезной программы. Напряженная работа заняла не один месяц, и вот в июне 2009 года труд был завершен. Тему, которую взялась освещать Татьяна Михайловна, называлась «Помощь людям с ограниченными возможностями по здоровью в период экономического кризиса открыть себя и окружающий мир». Татьяна Михайловна вышла с этой программой на открытый конкурс социально значимых программ, подала заявку на президентский грант, и вот в сентябре 2009 года Набиева получила долгожданное известие. Конкурсная комиссия Национального благотворительного фонда признала Организацию социальной адаптации инвалидов победителем конкурса. Сегодня у нас состоит поездка лиц с ограниченными возможностями по здоровью в Москву в театр имени Маяковского на Шлаковый спектакль. Это происходит благодаря тому, что у нас появился транспорт, который, значит, как бы сказать, финансирование, президентский грант. Мы выиграли этот грант в конкурсе социально незначимых программ, который вот было в 2009 году. Хотелось бы отметить полезность и необходимость подобных организаций и подобной грантовой системы для людей с ограниченными возможностями в нашей стране. Дело в том, что благодаря этому гранту и благодаря транспорту, который был приобретен на этот грант, эта поездка просто стала реально осуществима. К сожалению, к сожалению, никому не секрет, что пресловутая безбарьерная среда, то есть общество для инвалидов в нашей стране практически отсутствует. Ну, в общем, благодаря организации и персонально Татьяне Михайловне Набиевой, президенту фонда нашего социальной адаптации инвалидов, мы имеем такую прекрасную возможность, как вот ездить на культурные массовые мероприятия, как, допустим, в Третьяковскую галерею мы ездили. Благодаря этой организации мы уже совершаем не одну поездку, не первую. Ездили были в Санкт-Петербурге. Непередаваемые ощущения, во-первых, ощущения коллектива, ощущения красивого города, красивого места, приобщения к культурным ценностям. А вот сегодня предстоит поездка в театр. Я, например, тоже никогда не была в живую. По телевизору, конечно же, смотрим, стараемся, а вот так, чтобы в живую, непосредственно иду актеров. Я думаю, что впечатлений будет масса. На средства президентского гранта проведено для инвалидов и их сопровождающих лиц восемь экскурсий. На автобусах Лиас по 25 человек за одну поездку. Маршруты самые разнообразные. В Москву. В картинную галерею Шилова. Обзорная экскурсия по Москве. Москва сквозь веки. Тайны московских монастырей. По Подмосковью. Сергиево-Троицкая лавра. Новый Иерусалим. Музей-усадьба в Архангельском. Музей елочной игрушки Клинской подворья. Дом-музей Петра Ильича Чайковского в Клину. Часто бывают члены организации в музей-заповеднике в Царицыно. От однодневных экскурсий перешли на седьмедневные путешествия. Инвалиды-колясочники посетили такие города, как Суздаль, Костромуль, Ярославль и северную столицу Санкт-Петербург. Сейчас я хочу представить самую молодую и очаровательную девушку. Члены нашей организации «Социальная адаптация инвалидов». Девушка, которая учится в институте у нас, в экологополитологическом даже университете. Юречку Донец. Она вместе с мамой, с Натальей Ивановной. Это одни из самых у меня активных членов. Мне эта организация очень помогает раскрывать новый мир. Я стала смотреть на мир другими глазами и считаю, что эта организация очень нужна. Создание этой организации действительно раскрыло мир для людей с ограниченными возможностями. Скажем так, имея какие-то там возможности, но вывезти свою дочь в другой город, в Кривлинград. Кострому это была мечта, которая практически неосуществима. Поездки в театр, они тоже как бы даже чисто психологический барьер перешагнуть сложно, потому что наше общество еще не привыкло к колесочникам, скажем так. И постоянно ощущаешь на себе вольный-невольный интерес. Ну и чувствуешь себя некомфортно. А когда едет группа, они все вместе, они чувствуют, как вы и поддерживаете себя. Об этом магазине смешанной торговли нужно рассказать поподробнее. Когда еще не было некоммерческого фонда социальной адаптации инвалидов, в 2005 году по просьбе инвалида первой группы Набиевой глава Клинского муниципального района Постригань Александр Николаевич выделил небольшой участок земли рядом с ее домом, так как Татьяна Михайловна закончила торговый институт и многие годы работала главным бухгалтером различных организаций торговли. Она хотела заниматься делом, которое знала. Долгие годы муж, сын и она строили этот магазин. И вот в ноябре магазин открыл свои двери. Здесь все для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и, конечно, инвалидов-колясочников. Удобный пандус, самообслуживание, достаточными проходами, чтобы проехали свободно инвалиды или детская коляска. Здесь самые низкие цены. Делается минимальная наценка на товары. Ежемесячно раздают благотворительные подарки для инвалидов. Инвалидов первой группы обслуживают со скидкой 20% на все товары. Я, как никто, знаю проблемы инвалидов. И как-то вот этим мероприятием мы хотим чуть-чуть облегчить им жизнь, немножко принести им радость жизни. И это вот первый мероприятие в нашем магазине, первая акция такая. Ну и пред, регулярно, регулярно по возможности мы будем проводить. И самое главное, 50% работающих сотрудников, это инвалиды-колясочники. Созданы специальные рабочие места. Это бухгалтер, два оператора, кассир-операционист и менеджер по торговле. Кассир-операционист и менеджер по торговле. Благотворительные акции магазин проводит как на своей территории, так и с выездом в различные реабилитационные центры для инвалидов. Импульс, содействие, согласие, семья, милосердие. Чайка в Егоревске. Равные возможности в Серпуху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Кроме этого, руководство магазина разводит по домам и квартирам благотворительные подарки своим немобильным инвалидам. Сотрудничает с хосписом от Центра Милосердия. Дорогие мои ребятки, я вас очень люблю и хочу с Новым годом поздравить вот этим вот наборчиком таким. Маме тут и как раз Сереже. Это Сережа Ксенофонтов с мамой Валентиной Николаевной Ксенофонтовой. Они у нас постоянно регулярно ездят по нашим мероприятиям. Вот это вот вам дарит наша организация. Вы меня знаете, Вальчик.